Привет, красотки! Я недавно путешествовала по YouTube и обнаружила тег, который носит название Я люблю осень И я подумала, что это просто идеальный вариант для меня, потому что я обожаю осень И я всегда рада поговорить о том, что именно меня в осени радует В этом теге 9 вопросов И на все я сегодня отвечу Первый вопрос звучит как Твой любимый осенний продукт для губ Я уже делала целое отдельное видео о своих любимых осенних помадах В нем мы с вами сводчили 15 оттенков Говорили о их текстуре и пигментации Если вы это видео не видели, ссылку вы найдете внизу в инфобоксе И здесь я вам просто вкратце расскажу о своих самых любимых осенних оттенках Я не перестаю носить нюдовые помады И особенно актуальны более светлые и сероватые оттенки для меня лично По той причине, что они замечательно сочетаются с темными, вампирскими, дымчатыми макияжами глаз И они также создают какое-то таинственное истинно осеннее настроение Здесь я вам показываю помаду Maybelline под номером 930 Которая носит название Nude Embrace Именно эту помаду я сейчас ношу чаще всего И вы ее обязательно увидите в видео фаворитов этого месяца Также я, естественно, не могу обойтись без коричневато-рыжих нюдов Это Matte Beauty от Milani Эту помаду вы уже миллион раз видели на канале Красные помады, естественно, не сходят с моих губ в осенний период Я ношу яркие, насыщенные варианты Но предпочитаю я чуть более темные бордовые помады Я думаю, эта помада многим из вас очень хорошо знакома Называется она L'Oreal Color Rich Jellos Pure Red Насыщенные виноградные оттенки Осенью я ношу чаще всего И вот этот конкретный вариант Я ношу, наверное, каждую осень в течение 7 или 8 лет подряд Называется эта помада Cutting Edge под номером 120 Из линейки Rimmel Lasting Finish Именно эту помаду вы сейчас, кстати, видите на моих губах Сероватые помады я обожаю априори И в осенний период я чаще всего ношу коричнево-серые помады Похожие на NYX Mason И серовато-розово-нюдовые варианты Похожие на помаду Alta Moda от Riloui под номером 18 Smoky Velvet Эту помаду, кстати, вы мне порекомендовали в комментариях За что вам огромное спасибо Переходим ко второму вопросу И звучит он как твои любимые осенние лаки для ногтей Я думаю о том, чтобы снять отдельное видео о своих любимых осенних лаках Но я не уверена, что оно вам будет интересно Девчонки, напишите мне, пожалуйста, хотите ли вы такое видео увидеть И поговорить обо всех моих любимых осенних лаках Здесь я просто вкратце пробегусь по любимым оттенкам И покажу вам примеры Обожаю такие необычные, непонятные оттенки, скажем так Это смесь зелёного и жёлтого Ещё один похожий вариант Более носибельный, как мне кажется, для большинства Горчичный оттенок Называется он Ok Buff от Nail Look Под номером 314-06 Liquid Gold И номер у него 311-63 Такие оттенки, в принципе, меня всегда очень сильно радуют Но в осенний период, мне кажется, это просто must-have Учитывая то, что вокруг всё бронзово-жёлтое, красноватые опавшие листья и так далее Фантастический вариант Выглядит дорого, стильно, изысканно Подходит, в принципе, под любой образ Естественно, с приближением Хэллоуина чёрный лак как никогда актуален Я обожаю носить The Black Cat от Essence, потому что он матовый и даёт такой латексный эффект на ногтях Он также замечательно работает, как подложка под глиттер Я люблю его носить в сочетании с рыжеватым и зеленоватым глиттером Опять же, предчувствую Хэллоуин Третий вопрос Это твой любимый осенний напиток Девчонки, мои предпочтения в напитках мало меняются со сменой сезонов Я люблю воду и зелёный чай Зелёный чай, который я сейчас пью чаще всего, называется Зелёная улитка с манго и ананасом Выглядит вот таким вот образом Очень вкусный, ароматный чай Но это не химозный ананас, то есть аромат очень даже натуральный И второй чай, который я сейчас очень полюбила Гораздо менее натуральный и чуть более химозный Но я думаю, периодически его себе можно позволить Называется он Tess Limoncini Biscuit Это чёрный чай, обычный чёрный чай я вообще не люблю Но для этого я делаю исключение Потому что вкус, по-моему, просто фантастический Вкус действительно осенний Такой сладковатый, согревающий Сладковатый не в смысле, что чай сладкий Но просто когда вы его пьёте, у вас такое ощущение, что что-то в вашем доме печётся Аромат у него согревающий, тёплый, пекарский, десертный И в осенний период именно к таким ароматам я очень сильно тяготею Девчонки, если вы знаете какой-то похожий чай с более натуральным составом Пожалуйста, расскажите мне об этом внизу в комментариях И, пожалуйста, расскажите мне внизу в комментариях, что вы любите есть, пить, носить, распылять на себя в осенний период То есть, пожалуйста, ответьте на те же самые вопросы, на которые я сейчас отвечаю Любимый осенний аромат Их у меня более чем достаточно, но, естественно, я все показать вам здесь не смогу И поэтому остановимся мы на том, который я сейчас ношу чаще всего Это аромат Терри Мюглера, который носит название Angel Muse Концентрация здесь парфюм, то есть, это более интенсивный и насыщенный аромат Я вам уже говорила, что похожим образом пахнет мой любимый лосьон для тела от бренда Nubian Heritage Который называется Pachuli Buriti Орехово-сливочный гурманский аромат с сексуальностью и тяжестью Pachuli Если вы любите восточные ароматы, если вы любите интенсивные ароматы, согревающие ароматы, то муза вас определенно порадует Стойкость этого аромата, кстати, очень достойная На моей коже муза держится минимум до вечера и иногда даже остается на одежде Любимый осенний аксессуар Естественно, осень у меня не обходится без шарфов Милитарский универсальный вариант Шарф вискозный, но несмотря на это, он отлично согревает Еще один более теплый вариант выглядит вот таким вот образом Почему-то пахнет мамиными духами Видимо, она его недавно носила Так вот, вот этот шарф более теплый, чем предыдущий Куплен тоже в Нью-Йоркере Замечательно сочетается с коричневыми и такими ржеватыми ботинками Которые я часто сейчас ношу Естественно, я не могу обойтись без крестов, шипов и черепов Очень часто сейчас ношу вот этот шарф Замечательно сочетается с этой помадой, которая сейчас на мне Греет не так хорошо, как предыдущий Но все равно я его очень люблю и ценю Твой любимый осенний фильм или сериал? Мне, девчонки, будет очень сложно ответить на этот вопрос По той причине, что именно осеннего любимого фильма у меня нет Я видела, что многие люди на этот вопрос отвечают И приводят в пример те фильмы, которые имеют тематику Хэллоуина Но таких фильмов любимых у меня тоже нет Поэтому я, наверное, скажу, что мой любимый осенний сериал Это Баффи истребительница вампиров Сейчас я Баффи смотрю, наверное, так же часто, как и несколько месяцев назад Я с апреля месяца этот сериал смотрю фактически каждый день Я не могу успокоиться, я обожаю всех персонажей Вселенная Баффи, наверное, никогда мне не надоест И одежда Спайка именно сейчас, в осенний период, меня очень вдохновляет К тому же он вампир Осень и вампир – это идеальное сочетание Баффи истребительница вампиров Мой любимый сериал осеннего времени года Любимая осенняя сладость или еда? Любимых сладостей у меня нет априори, потому что я не ем белый сахар Я обожаю бананы, но я не думаю, что бананы – это моя любимая осенняя еда Бананы я люблю вне зависимости от времени года, опять же Сейчас я очень часто ем кашу с тыквой Я не знаю, можно ли это считать сладостью Но едой считать определенно можно Поэтому овсянка с тыквой – это моя любимая осенняя еда Овсянка с тыквой и с корицей Что ты наденешь на этот Хэллоуэн? Девчонки, я вам здесь об этом говорить не буду, потому что я очень надеюсь, что все составляющие моего костюма приедут вовремя И тогда до самого Хэллоуина я опубликую на канале видео, в котором вы мой костюм сможете разглядеть очень детально И последний вопрос – это что больше всего тебе нравится в осени? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что в осени мне нравится всё Мне нравится погода, мне нравится то настроение, которое появляется у меня с наступлением этого периода Мне начинает одолевать какое-то косметическое вдохновение Мне хочется делать более насыщенный и креативный макияж Летом, к примеру, мне не так уж часто хочется делать более насыщенный макияж Из-за того, что жарко и, соответственно, косметика стекает с лица и так далее А осенью я могу себе позволить делать дымчатые, тёмные макияжи Носить более тёмные вампирские помады В общем и целом, осень – это очень творческое и очень вдохновляющее время для меня Естественно, музыка осенняя – это отдельный разговор У меня есть целый плейлист осенней музыки, куда входят песни Hymn, 69 Eyes, Blue Tangle, Lame Immortally и так далее Осенью я предпочитаю слушать более меланхоличную и немножко депрессивную музыку Но, опять же, депрессивную в хорошем смысле слова, то есть более вампирскую и таинственную Спасибо огромное за просмотр, девчонки Надеюсь, вам было интересно Всем отличного настроения, улыбайтесь чаще И до скорых встреч Пока Субтитры подогнал «Симон»